Здравствуйте, это новости Дагестана, в студии Фатима Буталибова и коротко о главном. Пойман с поличным в одном из сел Кизлярского района, задержан браконьер с запрещенным уловом. Камин, барбекю, мангал, казан и тандыр. Такой не совсем типичный для кавказца набор можно найти на рабочем месте футблогера Мухаммада из Каспийска. Кто ждет рецептова от кулинара из Дагестана в нашем сюжете. Свидетельница века, ветеран Великой Отечественной войны Елена Зюряева отметила свой 101 день рождения. В Кизлярском районе пограничники задержали браконьера. У него обнаружили 230 килограммов русского осетра. Инцидент произошел в районе села Новотеречное. При осмотре лодки у браконьера был обнаружен русский осетр, вылов которого ограничен. По данным погрануправления региона, общий ущерб составил более 3,5 миллионов рублей. На данный момент изъятая рыба передана на отвесное хранение. На маломерное судно наложен арест. Задержанный гражданин привлечен к административной ответственности в виде штрафов. Кроме того, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Незаконная добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов». Дагестанскому депутату предъявлено новое обвинение. В деле Фикрета Раджабова новый эпизод. Парламентария обвиняют в мошенничестве с земельным участком. По версии следствия, депутат подписал незаконные постановления и помог присвоить участок площадью более 2000 квадратных метров. Отметим, что уголовное преследование Раджабова началось еще в мае 2019 года. Он стал одним из фигурантов дела о преступном сообществе, участники которого перевели в частную собственность около 1000 земельных участков. Мастер кулинарии из Каспийска покоряет YouTube. Мухаммад Муртузалиев уверен, фудблогер – это профессия будущего. За болезненными рецептами и кулинарными шедеврами от парня сейчас следят почти 250 тысяч подписчиков. Наши корреспонденты отправились в гости к одному из самых популярных фудблогеров Кавказа и узнали, как проходил его путь от помощника-повара до успешного бизнесмена. Вы вновь на канале «Шеф готовит» и сегодня у меня в гостях наше национальное телевидение ННТ. Так Мухаммад приветствует не только своих зрителей, но и аудиторию канала ННТ и делится историей своего успеха. 8 лет назад вчерашний школьник ходил по городу в поисках работы, пробовал себя в разных сферах, пока не нашел то, что действительно по душе. У меня отец, он строитель, и то есть, соответственно, он меня как бы свое ремесло затягивал. Эта работа очень сложная. Я увидел и как бы поучаствовал, принял в этой работе участие, подрабатывал и помогал ему. И я понял, что кухня мне вообще легко дается. Я вот в первый день как вступил, я подумал, что им что, деньги бесплатные что ли платят. Мне показалась эта работа вообще легкой. Конечно, сейчас я так не скажу, это тяжелый труд, когда ты понимаешь всю ответственность, которая на тебе лежит. Большинство блюд и рецептов у Мухаммада кавказские, а значит, преимущественно из мяса и птицы. Оборудование соответствующее. Здесь и камин барбекю, и помпейская печь, а также мангал, казан и тандыр. Именно в этой беседке студии снимаются все популярные видео для ютуба. Фудблогер – профессия, которая занимает серьезную нишу в соцсетях. Наш герой делится. В развитие личного бренда вложено много сил и средств, которые уже окупаются. Подошли серьезно, вложились как бы в беседку. Можно я возьму? Вложились в беседку. На беседку у меня ушло около миллиона рублей. Чтобы мы основательно здесь все сделали. Купили оборудование. Вот тот же самый казан афганский. Купили оборудование, купили свою личную камеру, то есть мы ее не арендуем. Купили компьютер, где мы монтируем видео. И все, на все про все. В общем, у нас ушло с камерой вместе. Сейчас миллион где-то 400 с камерой, с оборудованием. Но беседку я точно уже оправдал с ноября месяца. Если самое ценное оборудование в беседке, то главная награда за труд хранится дома. Это серебряная кнопка от ютуба. Фудблог «Шеф готовить» за короткий срок заявил о себе не только в республике и регионах России, но и в странах СНГ. Каждый новый рецепт ждет огромная аудитория. Есть истории, как после просмотра выпусков, отснятых на природе, зрители открывали для себя Дагестан по-новому. Официальная награда, ты уже стал реально блогером. Эта награда выдается за отметку аудитории в 100 тысяч подписчиков. То есть, ну, мы вообще не ожидали так быстро ее получить. Но, тем не менее, получилось. Она приехала к нам с Нью-Йорка. Вот предлагается вот такое вот письмо. Вот, и здесь поздравления, и дальнейшие там пожелания, и советы там. Следующая остановка какая? Следующая остановка – миллион подписчиков и золотая кнопка. Мухаммад признается, в семье всегда любили ездить и готовить на природе. Сам будущий повар-фудблогер обнаружил этот талант еще в 2008 году. В огороде он посадил овощи. Выращенную своими руками картошку он сварил и подал на стол, за что получил высокую оценку от родителей. Сейчас участок, благодаря усилиям и вкладу этого парня, превратился в летнюю кухню. Мне часто этот вопрос задают, что ты больше всего любишь кушать или что ты больше всего любишь приготовить. Я скажу, это по настроению, даже это влияет по погоде. Вот сегодня прохладно, например, допустим, сегодня прохладно, я с удовольствием шурпа приготовлю из говядины. С удовольствием шурпа приготовлю из говядины и с кайфом съем его. Мотивирует фудблогера не только погода и настроение, но и теплая компания его друзей-дегустаторов. Дружелюбие Мухаммада помогает ему в работе. Так, когда он впервые открыл свою службу доставки еды МТокио, вести дело ему помогали друзья и родные. За несколько лет компания заметно выросла. Персонал около 100 человек, работает 25 курьеров. К слову, для тех, кто увлеченно следит за каналом «Шеф готовит», многие из блюд можно попробовать в ресторане. Все, что там в меню, это полностью было введено под моим личным контролем. Я все это контролировал, дегустировал, подсказывал. Также приезжали повара из России, я созванивался, иногда даже ездил сам в Питер, в Москву, привозил шеф-поваров, они внедряли какие-то блюда. Телячьи стейки, шурпа в афганском казане, салат-мангал, жареная кукуруза и люля на гриле, пистолеты, а также жареный в садже кролик. На приготовление этих семи блюд Мухаммаду потребовалось чуть больше часа. Судя по лицам и эмоциям, дегустаторы остались довольны. Курбан Рагимов, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Каспийск. Конь от Путина. Ученику девятого класса Рашиду Алиеву из Дербенского района подарили двухгодовалого жеребца карачаевской породы. В начале года школьник обратился с просьбой к президенту России. Ее исполнением занялся министр сельского хозяйства и продовольствия Дагестана Батал Баталов. Содействие в этом вопросе оказало предприятие, которое реализует на территории Сулейманстальского района крупный инвестпроект в сфере животноводства. Свидетельница века. 101-й день рождения отпраздновала Махачкалинка. В честь именинницы Елены Егоровны Зюряевой, ветераны Великой Отечественной войны, во дворе ее дома городские власти организовали концерт. Елене Зюряевой было присуждено звание почетный житель города Махачкала. А поздравить ветерана приехал глава города Салман Дадаев. Он станцевал лизгинку вместе с именинницей. Родилась Елена Егоровна в деревне Саратовской области. В 30-е годы потеряла отца, мать и двух сестер. Ее с братьями в Махачкалу привез сосед, спрятав в товарном поезде. В мае 42-го ушла на фронт из Махачкалинской медсанчасти. Девушка выносила с поля боя раненых и работала хирургической сестрой. Книги благонравия праведников для слепых и слабовидящих. Муфтиат Республики издал специальный труд, автором которого является шейх Ахмад Афанди для этой категории людей. Центр для особенных детей Ихсан посетила делегация из духовенства, где им организовали экскурсию. Гости поговорили с учащимися центра и подготовили им подарки. Ребята, в свою очередь, продемонстрировали посетителям свои навыки. Стоит отметить, что центр для слепых и слабовидящих уже готов принять учащихся на следующий учебный год. Получить знания по основам ислама сможет любой желающий. Для этого в центре имеются необходимые условия. Более подробную информацию можно получить по указанному номеру или по адресу город Махачкала, улица Лаптиева, 51. И к новостям спорта. В Махачкале 30 мая будет ограничено движение автотранспорта на время проведения всероссийского полумарафона забег.рф. Закрытыми для движения окажутся с раннего утра проспекты Расула Гамзатова и Петра Первого, по которым проложен маршрут забега, а также некоторые прилегающие к ним улицы. Напомним, что старт забегу будет дан в 9 часов утра с центральной площади столицы. Более 400 участников пробегут в зависимости от выбранной дистанции – 1, 5, 10 и 21 километр. Это были все новости к этому часу. Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова